Накануне на аппаратном совещании в городской администрации чиновники затронули тему неудовлетворительного состояния и содержания остановочных павильонов в Берске. Подробнее об этой и других темах наш следующий сюжет. Обращения граждан по вопросам противоправной парковки автомобилей на газонах становятся систематическими. Одним из самых действенных методов глава города считает внедрение систем фотофиксации правонарушений. Это, по его мнению, способно обеспечить порядок на благоустроенных территориях нашего города. К слову о порядке, по итогам плановых объездов отдел транспорта и дорожного хозяйства городской администрации выявил множество нарушений, касающихся состояния и содержания остановочных павильонов в Берске. На прошлой неделе выявлены замечания по содержанию остановок. Это мусор, который находится на остановках, также расклеены баннеры, которые портят вид. И все замечания направлены собственникам данных остановок и контроль за устранением будет на этой неделе вестись. В частности, явно не украшают Берц к остановке торговый центр в микрорайоне, где ожидающим транспорт горожанам приходится лицезреть мусорный контейнер рядом с остановочной платформой. Обратили внимание чиновники и на остановку на центральной площади. Только навели порядок по улице Горького, вездная зона в город. Тоже предприятия потребительского рынка стоят. Я понимаю, что это удобно для водителей, для пассажиров, но тогда организуйте так, чтобы вот эти разовые стаканчики не летали по улице. Наведите порядок. Однако для того, чтобы привести остановочные павильоны в порядок, далеко не везде достаточно просто убрать мусор. Некоторые остановки требуют более кардинальных решений. Проблему вывоза мусора также не обошли стороной. Несмотря на заявленную периодичность вывоза отходов, контейнеры остаются заполненными доверху в праздничные и выходные дни. Практика по эксплуатации показывает, что в правилах выходные и праздничные дни эта периодичность приводит к тому, что контейнеры стоят битком набитым мусором. Все. Значит, она либо периодичность должна меняться, но соглашаться с тем, в каком виде они находятся в праздничные и выходные дни – это неправильно. И мы не будем с этим мириться. В Бердске вовсю идет приемка образовательных организаций к учебному году и комплектование образовательных учреждений. С понижением температуры на улице сокращается и присутствие жителей нашего города на берегах бердских пляжей. Однако отдел физкультуры и спорта эту проблему намерен решить. 18 числа в 11 часов мы приглашаем всех на спортивный праздник в программе парусная регата, судомодельный спорт, кайтинг, каяки, заплыв экстремальный, показ спасательной техники вместе с нашим отделом МЧС. Будет достаточно информативно и достаточно ярко. О других темах, которые обсуждали чиновники на еженедельном аппаратном совещании, мы расскажем на этой неделе.